4 месяца после рождения теленок, девочка Бонни хорошо жила со своей мамой на ферме в штате Нью-Йорк. Ее мама была высокоудойной коровой, и Бонни также имела шанс вырасти в чемпионку. Но произошло большое несчастье, хозяина фермы неожиданно не стало от сердечного приступа. Родственники мужчины не захотели возиться с фермой и решили от нее избавиться. Взрослых коров и молодняк они собрались выгодно продать. И в один день начала лета к ферме приехали два грузовика. Коров погрузили и увезли. Бонни поняла, что маму свою она больше никогда не увидит. Но смириться с тем, что ее увезут на мясокомбинат маленькая коровка не захотела и сбежала в лес. Люди пробовали изловить шуструю коровку, но она была очень осторожна. Так Бонни стала лесным жителем. Наступила морозная зима. Некоторые местные жители стали усиленно искать подросшую коровку, считая, что ей зимой самой в лесу не выжить. Это фото сделали голландские охотники, которые специально приехали поохотиться на Бонни. Один из охотников установил камеру наблюдения в месте, где часто встречались коровьи следы на снегу. Увиденное поразило всех. Бонни нашла себе друзей, целое стадо диких оленей. Они вместе искали пищу, защищались от хищников. Один местный фермер по имени Бекки решил все-таки поймать Бонни, чтобы забрать к себе на ферму. Он стал возить сено и разные вкусности. Понемногу Бонни привыкла к человеку. Скоро Бонни стала доверять Бекке и дала себя поймать. Сейчас Бонни выросла в хорошую корову и уже родила теленка. Она живет на теплой ферме и имеет достаточно еды. Первое время она вела себя как дикарка, но скоро привыкла к традиционной коровьей жизни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.